В программу заключительного этапа здоровья на стадионе спорткомплекса «Юность» вошли горно-спасательная комбинированная спортивно-прикладная эстафета, бег на 100 метров и перетягивание каната. Участникам предстояло продемонстрировать, как профессиональные навыки, пробежать по бревну с двумя огнетушителями, включиться в респиратор, правильно присоединить пожарный рукав к гидранту, но также проявить выносливость и командный дух. Активно поддерживали болельщики. Руба на! Руба на! Руба на! Наибольшее количество баллов набрала команда шахты управления имени Рубана и завоевала первое место. Представитель этого же предприятия Александр Гулькин признан победителем в номинации «Лучший руководитель горно-спасательных работ». Ребята этого угольного предприятия на подобных соревнованиях давно выступают вместе, работают слаженно и четко, о чем говорят и результаты. Всегда в призовой тройке. Отборочный старт этого года не стал исключением. Мы в этих соревнованиях давно уже участвуем. Наверное, каждое соревнование, каждый год, они по-своему интересные и особенные. Ну, традиционно, самые сложные, самые ответственные этапы – это пожаротушение и этап разведки. Этап разведки, где нужно найти все очаги пожара, локализовать их. На разведке нужно найти всех пострадавших. Очень много эмоций, очень много сил отдали для победы. Серебряным призером стала команда шахты управления «Комсомолец». И у нее три победы в отдельных номинациях. Анатолий Масиевский – лучший руководитель ликвидации аварии на подземных горных работах. Анатолий Устинов – лучший боец ВГК. Вадим Цветков – лучший техник-механик. Нужно было за 30 минут найти 5 неисправностей на приборе УКП-5, на респираторе, КАР-30. Я нашел из пяти 4 и уложился во времени. Нужно знать все методики, все правильно делать, но самое главное – не нервничать. Потому что такой сильно волнительный этап, и нужно собраться мыслями и все по полочкам разложить, сделать все правильно. Наиболее интересные конкурсы, естественно, это пожаротушение в реальных условиях. То есть тушили пожар, применяли огнетушители, тушили пены, применяли воду. То есть разнообразие большое. И, естественно, разведка. То есть на шахте Кирова находили пострадавшего. Так как у нас команда новая в этом году, мне доверили командирам отделением быть в первый раз. Мы справились на отлично, я считаю. Потому что в итоге двух дней, которые тушение, пожар и разведка, мы были на первом месте. Бронту завоевала команда шахты имени Кирова. И у нее есть победа на одном из самых сложных этапов разведка. Не осталось без награды команда шахты управления Талдинская Западная. Александр Кабанов – лучший командир отделения ВГК. По решению организаторов, все пять команд компании «СОЭК Узбас», в том числе шахты имени Елевского, станут участниками финального этапа соревнований «СОЭК» среди ВГК предприятий подземной угледобычи. Он состоится в августе в городе Котельниково Волгоградской области и будет посвящен 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Анна Кириллова, Василий Обухов, Риоленинск.